Посмотрите на этот ужас! Играть за дефолтную фантомку – это та ещё боль, а покупать аркану за полтора косаря – это тоже боль, дороговато мягко говоря. Поэтому встречайте, бич закупка, фантом ассасин вершин. Лучшие шмотки, которые вы можете найти на просторах интернета и торговой площадки до 100 рублей. Поехали! А для любителей доты 2 советую скачать приложение для смартфона под названием dotloto. Выполняешь простые задания, устанавливаешь игры или смотришь видео и получаешь кредиты абсолютно бесплатно. За них участвуешь в лотереи с другими участниками и выигрываешь ценные предметы. Ежедневные бонусы, возврат монет постоянным участникам и быстрый вывод скинов – всё это dotloto. Ссылка в описании. Вообще у фантомки очень много разных вариантов шмота, вот прям очень уж много. Но проблема большинства этих вариантов в том, что все они какие-то не очень уж интересные. Я бы сказал, что вся эта херня не отличается от того, что надета на героя по дефолту, а значит и смысла в этом немного, особенно по отдельности, так что сегодня у нас будет много сетов. И первый из них – Penumbral Vesture. Да, вот такой вот сетец и стоит он жалких 20 с небольшим рублей, поэтому отлично просто вписывается на пятую строчку. Если денег совсем мало, то можете смело брать. Я кстати не проверял, но возможно покупая все предметы по отдельности это обойдётся вам ещё дешевле. Если конечно в этом мире вообще бывает что-то дешевле 20 рублей. Ну и идём дальше. Мой любимый предмет на Фантом Ассасин – это Глиммин Сил – лютейшая брутальная коса. В фулл версии сет с этой косой стоит каких-то лютых 700 рублей или что-то около того. Весь сет носит статус легендари, но единственный легендарный айтем в нём – это как раз эта коса, так что переплачивать за весь остальной мусор целых 600 рублей, чтобы получить бандл – это как по мне дичь, так что просто забиваем и делаем лайфхак. Покупаем себе косу за соточку и наслаждаемся. Что самое прикольное, у этой косы есть особые эффекты, особые анимации и всё это стоит реально 100 рублей. Я считаю, что это вообще топ-1 сегодняшнего списка, но все остальные сеты, которые будут, они будут базироваться именно на этой косе, то есть лучше сначала покупайте её, а потом уже смотрите всё остальное видео и дополняйте её чем хотите. Ну и третье место – Rayments of the Eventite. Опять же этот сет фуловым стоит меньше сотки, а если брать по отдельности, то вообще копейки. Ну и с косой в целом сочетается неплохо. Что ещё хорошо, вы можете попытаться как-то намиксовать эти сеты, которые я показываю, и собрать что-то своё из всех этих запчастей, правда это уже будет на любителя. Я вот пробовал пару вариантов на фантомке и такие выкрутасы на самом деле не очень-то тут работают, потому что у каждого сета какой-то свой стиль, какая-то своя история и если их все намешать, то ну получается такое себе. Хотя возможно у вас выйдет что-то получше. Ну и заканчиваем. Последний набор – Bloodroot Guard. Вот здесь как раз мне пришлось подмиксовать, потому что пласть здесь правда какое-то лютое говно, на спектру смахивает. Так что его я выкинул и воткнул вот этот вот шахматный. Тоже конечно не самый лучший выбор, но как по мне подходит куда лучше. В целом же сет действительно годнейший, особенно если брать во внимание цену, ну а с нашей косой он становится еще лучше. Вообще если бабок мало, то берите сразу косу из всего сегодняшнего видоса, а потом уже все же хотите. Потому что плащи, всякие пояса, ботинки – это конечно классно, но вот оружие – это по-моему, ну самое главное и вряд ли кто-то будет с этим спорить. А лучше косы, ну на фантомку ничего-то и нет, тем более что здесь анимация, эффекты и прочая дичь за 100 рублей. Получилась прямо какая-то реклама альянсов, потому что именно от них этот сет выходил с этой косой. Ну и на этом все, покупайте косы, собирайте сеты и все у вас будет круто. С вами был канал ТОПДОТА, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить свежие видосы и чекайте предыдущие выпуски бич закупки. Вот здесь вот прямо на экране, слева, вверху, справа, где-нибудь еще, не знаю, в общем все чекайте, они все на экране. А я побежал, скоро с вами увидимся. Кстати советую зайти на мою вк страницу, там есть итоги пары розыгрышей, которые я пропустил по тем или иным причинам. Удачи!